А то все думают, как полицейских, обязательно надо плохими словами назвать. А как чуть что, идут за помощью к ним. Ребята, всем привет! Вот мы все-таки и дождались реформ в полиции. В Алматы ДВД переименуют в департамент полиции. А вот в городе Уральске, в ЗКУ, в Западно-Казахстанской области, там намерены сократить 300 сотрудников полиции. Это примерно 10% от всего состава полиции в ЗКУ. Ну а теперь осталось лишь поспорить, действительно ли это реформы, или это просто чисто такие косметические действия. Направлены ли они будут реально на результат, и действительно ли полиция будет лучше работать после того, как поменяется вывеска, или там, например, сократят полицейских. Что изменится? В общем, ребята, пока полиция занимается так называемыми реформами, Дорига Назарбаева, дочь президента, начинает предвыборную кампанию. По крайней мере, это видно уже из медиа. То, как ее подают. И вот она недавно заявила, в принципе, она об этом уже говорила когда-то, если я помню. Она как раз опять подняла и затронула языковой вопрос. Ребята, вы только не подумайте, что я ее агитирую. Я просто проецирую свой взгляд на происходящее в Казахстане. Ну и вот, по поводу Дориги, она на встрече с алматинской молодежью посоветовала им изучать китайский язык, и не думать, что это повредит патриотизму. Учите китайский язык. Я настаиваю. Меня нацпад ругают за то, что я считаю, что за этим будущее. Китайский рынок имеет неограниченные возможности. Представляете, население какое. Что бы вам там не создали, вы становитесь миллиардером. Русский язык нельзя забывать. У нас единая экономическая зона, таможенная зона, беспрепятственный выезд через границу. Это огромное преимущество. Этим надо научиться пользоваться. Когда что-то создаете, думайте о том, будет ли это интересно на этих рынках. Кроме того, это самый лучший способ сохранить мир. Экономические отношения очень честные. Лучше торговать на взаимовыгодных условиях, чем воевать. Наша молодежь особенно патриотична, сказала Дорига Назарбаева. Ну и далее Дорига отметила, что язык необходимо учить, если человек планирует работать на китайском рынке. Когда мы говорим, что надо открывать мир, это не значит, что я изменяю своей родине. Это смешно, но если хотите на китайском рынке работать, учите язык. Китайские компании инвестировали миллиарды, казахстанцы получат работу, доходы казахстанский рынок получит новую продукцию. Синергетический эффект огромнейший, и бояться этого не надо. За годы независимости более 20 миллиардов долларов было привлечено из Европы, Америки и Китая, говорит Дорига. Вот такие дела. Но хотелось бы привлечь ваше внимание именно на то, что это все-таки больше похоже уже на предвыборную кампанию. Но даже если так и произойдет, будут назначены досрочные президентские выборы или в срок, неважно, и фаворитом будет Дорига, и она выдвинет свою кандидатуру, то, естественно, это нельзя будет назвать выборами. Почему? Потому что нету и не будет, я так понял, альтернативы так таковой. Все поле политическое вокруг выжжено. Нету того или тех кандидатов, которые бы нашли смелости независимые и тоже бы выдвинули свою кандидатуру, которые были бы известны на слуху у всех, которые бы уже к этому моменту завоевали бы хоть какой-то авторитет. Я так думаю, на небосклоне вот этой выборной кампании будет только лишь Дорига. И выборы пройдут, скорее всего, народ проголосует, но будет так, как решат верхи. Но это нельзя будет назвать выборами. Это нельзя будет назвать, что они прошли честно в конкурентной борьбе. Это просто переназначение одного руководителя на другого. Вот и все. У кого что есть сказать, оставляйте свои комментарии под видео, будет интересно, подискутируйте на эту тему. Ну а кому понравился ролик, ставим лайк и подписываемся на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok